Та-ра-та-тай, та-ра-та-та-тай. Компот? А, да, чё такое, житель, чё ты хотел? Слушай, Компот, у меня каменные кирпичи закончились, выдай, пожалуйста, мне их. Чё, серьёзно, что ли, а так быстро закончились? Ну ладно, мне, в принципе, всё равно, потому что сегодня у меня креатив, я тебе... А вот лови сразу много, не знаю, несколько стаков, чтобы не закончились. Ха, ну спасибо, Компот, всё-таки для общего дела стараемся. Да, давай, о, твой друг пришёл, пусть тебе и помогает, в принципе. Всем привет, ребята, меня зовут Компот, и добро пожаловать на моё новенькое видео. В общем-то, как вы думаете, что мы прямо сейчас строим? У вас есть 5 секунд, чтобы отгадать. Ладно, давайте прямо так сразу и скажу. Мы строим новое здание в деревне жителей. Мы считаем, что у нас как-то мало домов, и мы решаем расширяться. И сегодня на один день я купил креатив. Посмотрите, ребята, да, я могу делать что угодно. Выдавать тебе бесконечно предметов, ломать что угодно с одного клика. В общем-то, креатив это просто шикарно. И сегодня он мне нужен для того, чтобы построить вот такой вот интересный домик. Да, житель, чё ты медленно пол кладёшь? Ладно, давай, стены попозже закончу. Так уж и быть тебе помогу. Мне в креативе, на самом деле, это намного быстрее делать. Вот так вот два клика. Извините, извините. А? Чё? Здрасте. Э, вы кого-то звали? О, игрок, отлично. Погодите, я перекушу и... Вкусно. Погодите, 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 погодите. А вы кто такой? Ну чё, не видно, что ли? Я толстяк. Это хорошо, что вы толстяк. А что вы делаете? Ух ты, какая вкусная печенька, поделитесь? Не-не-не-не-не, я сам кушать хочу. Я вообще пришёл сюда, чтобы сообщить важную новость. Важную новость? А что-то случилось? Вам нужна помощь? Да нет, мне как раз таки не нужна. Это вам нужна. Я хочу попросить у вас немного прощения за то, что я сделал. За что прощение? Стоп, погодите, можно поподробнее и в то же время побыстрее? В общем-то, я сегодня был настолько голоден, что я захотел проникнуть на фабрику еды в Майнкрафте. Я туда проник и случайно нажал какую-то инту кнопку. Все механизмы вышли из строя, а эта станция взорвалась. И тонны еды устремились в небо. И вот-вот скоро на вашу деревню прольётся дождь из еды. Вам нужно спасаться. Чё, жители, вы слышали? Ты чё, угораешь, что ли? Какой дождь из еды? Это вообще невозможно. Зачем какие-то сказки ты нам рассказываешь? Хотите, верьте, хотите, нет. Я вас предупредил. Всё, не мешайте мне кушать мясо. Так, идите в другое место, пожалуйста, кушайте, а нам не мешайте жителями строить дом. Ребят, чё за странные персонажи иногда приходят там в деревню? То какие-то маги, то какие-то колдуны. Житель, давай, вылезай. Я тебе тут уже практически всё сделал то. Э, это ещё чё такое? Ё-моё, этот толстяк ещё и насорил тут, посмотрите, печеньки раскидал. А делиться со мной не хотел. Офигеть, чё-то, чё-то их слишком много, ё-моё. Офигеть, ребят, смотрите, они валяются просто по всей деревне. Компот, это ты раскидал печенье? Не, я печенье никакие не раскидывал, я не знаю, это толстяк, видимо, какой-то был. Какой ещё толстяк, компот? Тут не было никакого толстяка, никто тут не проходил. В смысле? Погоди, тут не проходил толстяк, а чё тут печенье валяются? Компот, слушай, а может это та самая новость? Какая новость? В общем-то, компот, я сегодня новость в интернете видел, что произошёл взрыв на станции еды. И знаешь что? Тонны еды устремились в небо. И, возможно, будет дождь из еды, но я чё-то в это не особо верю. Да слушай, я тоже в это не особо верю, но ты уже второй, кто мне об этом рассказывает. Ребят, чё-то мне это всё не нравится. Ой, как мне это всё не нравится. Так, мне нужно срочно изучить информацию в интернете, поэтому давайте-ка я зайду домой и пошарюсь в ноутбуке. Два часа спустя. Офигеть. Значит так, ребята. У меня для вас есть две новости, хорошая и плохая. Начнём с хорошей. Я люблю котят. На этом хорошие новости заканчиваются, потому что плохая новость, это правда! Действительно, на самой крупной фабрике по изготовлению еды сегодня произошёл взрыв, как мы узнали, из-за этого толстяка. И полно еды сейчас находится в небе, и вот-вот они рухнут на нашу деревню. Если бы я поверил сразу, то у нас бы было много времени. А знаете, сколько у меня сейчас времени осталось? Всего лишь 30 минут. И вы скажете, так компот, а чем опасен дождь из еды? Что ж такого будет, если тонны еды упадут с неба к нам на голову? Ну, я думаю, ответ очевиден. Представьте, что будет, если скинуть яблочко. Обычно яблоко, скажем так, с этажа 80-го. Оно просто... Я даже не хочу говорить, что будет. Оно просто будет, как самый настоящий снаряд. Потому что во время падения обретёт такую скорость, что просто может разрушать. Ну, а также мы можем с вами просто лопнуть из-за этого дождя из еды, потому что будет падать и падать, падать и падать, падать и в гору... Короче, всё, ребята, нет времени объяснять. Я думаю, вы всё сами прекрасно понимаете. Нужно скрыться в доме. Хотя, погодите, блин, у меня слабая крыша. У меня слабая крыша, может проломить еда. Хотя, погодите-ка. У меня идея. Нужно построить бункер. Ничего сложного. Во-первых, во-первых, значит, ребята, я в креативе. Обратите на это внимание, у меня есть абсолютно все блоки. А во-вторых... А чё во-вторых-то я забыл? А, всё, вспомнил. А во-вторых, ребята... А, не, опять забыл. А во-вторых, бункер-то нам нужен и не совсем глубокий. Главное, просто укрыться и переждать там. И где же его построить? А хотя, я знаю, где его построить. Буду строить прямо вот здесь. Итак, жители, расходитесь. Тут у меня важная миссия. Я прямо сейчас буду строить самый настоящий бункер. Итак, ребят, смотрите, что я выкопал. Совсем небольшую комнатку. Вы скажете, компот, чё такая маленькая, ребята? В самый раз. Она не глубокая. Давайте я вам покажу примерную глубину. Ну, где-то вот... Ё-моё, ё-моё, еды всё больше и больше. Смотрите, как тут её полно. О, она просто навыпадала тут полным-полно. А где жители? А жителей нет. Видимо, они сейчас сныкались уже. Ладно, они там спасаются как хотят. Главное, что, ребятки, мы должны спастись. Господи, давайте всё соберём. Видимо, уже какие-то осадки начинают выпадать. Хотя, вроде, облаков не так мало. И солнышко светит. Ладно, это как-то... Чё со мной? Ребят, офигеть, смотрите. Я немножко пополнел. Ну как, немножко? Прилично, так я вам скажу. Смотрите, какая у меня харя, так сказать, разнесло нормально. Да ладно, не может быть. Видите, неужели это всего лишь из-за того, что я прикоснулся к вот этому вот мяску и к вот этому вот хлебушку? Не может быть, ребята, тогда этот дождь в тысячу раз опаснее, чем я думал. Так, и чё же нам теперь делать? Как же нам теперь спасаться? Хотя, у меня есть идейка. Правило номер один. Мы больше не прикасаемся к еде. Она для нас опасна, потому что, смотрите, какой я пухляш стал. А если на меня дождь прольётся, меня же вообще разнесёт, я лопну. И правило номер два. Мы должны сделать стены из сэндвичей. Я набрал тут немножко мяса, немножко хлебушка, и прямо сейчас я буду это всё тут делать. Итак, рассказываю свою идею. В общем-то, я расширил немного комнату и поставил вот такие вот деревянные распорки. Потом я выламываю в них вот такие вот углубления, вот как тут я это сделал. И ставлю вот так вот в ряд досточки. И на них я буду собирать наши сэндвичи, которые будут высотой прямо до потолка. И они, по сути, должны всё сдержать. Поэтому собираем в абсолютно хаотичном порядке. Главное, чтобы присутствовали все ингредиенты. И тогда потолка. Фух, вроде собрал один бургер. Вот так он выглядит. Давайте надеваем на него вот эту вот шапочку. И всё, первая распорка готова. Теперь давайте ставить их дальше. И так мы делаем везде, везде, везде. Второй сэндвич тоже готов. Ещё немного, ещё тут три, потом тут, потом тут. Короче, нормально всё. Та-дам, всё, я только что сделал первую стену из бургеров. Теперь мы должны взять специальные блоки. Ё-моё, я даже боюсь выходить на поверхность. Как вы думаете, там полный трэш или нет? Ну, вроде, вроде солнышко светит. Всё пока же нормально. Да, нормально. Короче, берём тогда блоки. Офигеть, ё-моё, ребята. Не, всё-таки еды всё больше и больше. Тут уже торты какие-то заспавнились. Погнали вниз. Смотрите, теперь мы берём и закрываем эти сэндвичи дополнительной стеной. И так мы делаем везде. Вот тут снова нужно будет сделать немного сэндвичей. И последний блок. Всё, вроде я это сделал. Даже немного Майнкрафт лагает. Прямо сейчас, за этими стенами, ну, кроме, естественно, этой, потому что это вход, находятся сэндвичи. И они служат как дополнительная опора. Так, небольшое обновление. Сделал полпотолок, добавил один светильник. А прямо сейчас сюда ставлю железную дверь. И одно из самых важных условий, это именно вот такая вот каменная плита. Потому что на неё, если я что-то брошу, не откроется дверь. Вот таким вот образом. Вот видите, всё нормально. А вот на деревянную, если я брошу, то всё будет очень плохо. Поэтому вот такую плиту я выбрал. Ладно, с этой стороны можно и кнопку забатать. А теперь одно из самых главных, что я тут буду делать. Естественно, верстак, печка, сундук, кровать. Это лишь малая часть нашего импровизированного бункера. Самое главное тут будет кухня. Да-да, не удивляйтесь, мы с вами сейчас будем делать ещё тут и кухоньку. Прямо сейчас у меня в интере находится всё для того, чтобы сделать супер-кухню. И давайте начинать этот строй. Потому что нужно торопиться с минуты на минуту. Должен начаться этот самый дождь. Для начала я просто поставлю дофига вот таких шкафов. Ну а теперь можно разбавлять. Плита есть. Раквина обязательно с краником должна тоже быть. Место для холодильника. Холодильник давайте мы поставим вот сюда. Над плитой обязательно вытяжка, так как у нас тут всё-таки закрытая территория. Извините меня. Не хотелось бы тут этим всем дышать. Поэтому вытяжка есть. Плита есть. Вот разделочную досточку мы ставим рядом с раквинкой. И всё, пожалуйста. Как я мог забыть про микроволновую печь. Пожалуйста. Та-та-дам. Не забываем про дополнительные камеры хранения. В принципе они не так нужны. Но давайте тоже их поставим. Время позволяет. Или не позволяет. Погодите. Я должен в срочном порядке пойти наверх и проверить, что там. Вроде. Вроде нормально. Торты как стояли. Так и стоят. Так, это хорошая новость. Потому что прямо сейчас я, наверное, пойду домой и быстро в экстренном порядке возьму и перенесу все свои вещи. Потому что всё-таки свои вещи надо беречь. Ведь креатив у меня не навсегда, всего лишь на один день. Так, сундук я тоже с собой заберу. Господи, я случайно ударил один предмет. Ноутбук обязательно. Печки, верстаки. Вот это тоже всё мне пригодится, ребята. А теперь в экстр... А! А! О! Тихо-тихо! Не-не-не-не! Тихо-тихо! Валя-валя-тихо! Это что такое? Что такое? Что такое? Офигеть! Это что? Тот самый дождь из еды? Офигеть! Я прям... Ё-ой, как тяжело прыгать. Ты меня не понимаешь. О! Офигеть! Что со мной случилось, ребята? Посмотрите! Я всего лишь был под этим дождём, наверное, секунду. Может быть, две. И посмотрите, насколько я стал огромным! Я стал гипертолстым! Так, погодите. Я хочу выйти и рассмотреть подетальнее этот дождь. Тёма, нет. Главное, к нему не прикасаться. И, по-моему, блин, плохо на самом деле видно, потому что всё очень быстро летит. По-моему, этот дождь состоит из тортов, яблок, печенек, хлеба и мяса. Но я могу ошибаться. Напишите в комментариях. По-моему... Тихо-тихо-тихо. Вот с этого блока начинается опасность. Офигеть! Так, ладно, я справился пока же в своём бункере. Я не знаю, сколько будет идти этот дождь, но, по-моему, вроде пока что всё хорошо. Ребята, если в следующем моём новом видео я уже буду похудевший, так сказать, и всё будет нормально, то всё обошлось, я пережил. Поэтому ответ в следующем видео. Ждите моё новое видео, там, по сути, должно быть всё хорошо. Ну, с вами я прощаюсь, пойду чё-нибудь приготовлю, а то чё-то есть захотелось. Всем удачи, спасибо, всем пока, ребята.